Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале РусФИФАПЭС И, как вы уже догадались по названию, сегодня у нас будет фановый прогноз Ну, естественно, не претендующий на точность, это просто прогноз в игре Значит, у нас будет играть Финляндия против России Значит, естественно, так как я живу в России, я буду играть за Россией Несмотря на то, что эта команда, ну, по крайней мере по рейтингам Она, ну, сильнее, чем, значит, сборная Финляндии Для начала сразу же предупрежу, что здесь сезоны 13-14 Да, это ФИФАТ, значит, 14 мобайл Но, значит, несмотря на это, я, по крайней мере, добавлю нескольких игроков Которые, значит, сейчас находятся в составе сборной России То есть, вот эта первая тройка у нас, получается, и будут эти самые игроки Вот, в принципе, я даже не буду придерживаться какой-то точности Я даже схему поставлю абсолютно иную Потому что, потому что лично мне так будет играть удобнее Вот, ну, в принципе, у нас все здесь сделано Да, в принципе, все Можно играть 4 минуты, значит, звезда футбола у нас будет Вот, в принципе, поехали Я даже сегодня какую-то нарезку не планировал делать Тем более меня просили сделать уже полное комментирование Поэтому я и готов его сделать Естественно, может, какую-то музычку добавлю, может, еще что-то Итак, значит, сборная Финляндии Естественно, 0, может быть, будет слышно звуки матча, не знаю Возможно Конечно, можно попробовать Я не уверен Значит, наша сборная Ну, я, в принципе, не вижу смысла вот это все смотреть Можно это все скипнуть, естественно И вот здесь мы и начнем нашу игру Все, в принципе, поехали На самом-то деле, давно я не комментирую Около месяца И, конечно, надо будет привыкать обратно это все делать У нас стоит зона защиты Но почему-то, значит, мои игроки стоят как-то немножко незонно Как-то немножко незонно Значит, пуки, кстати, на самом-то деле Этот игрок, значит, с лысиной Но почему-то здесь он с волосами Как говорят, это самый мощный игрок сборной Финляндии Видимо, очень много забивает за нее Вот Можете даже написать в комментах, в каком клубе он играет Потому что я не знаю Кстати, здесь еще есть Еременко Очень мощный игрок Рейтинг 78 Который на тот момент играл, значит, в Рубине Сейчас, если не ошибаюсь, он тоже где-то в РПЛ зависает Вот Ну и первый штрафной Он бьет его очень мощно Но, значит, промахивается и попадает в стенку Вот здесь мы, конечно, все это перекрываем Дзюба должен выносить Но он что-то не выносит Несмотря на все его габариты Габариты здесь нужно, естественно, прессинговать Но с зоной защиты это как-то не очень получается Что-то пешком ходят наши футболисты Сборной России получающие Миллионы долларов зарплаты за год Значит, несмотря на то, что в сборной они деньги не получают У них уже все сложилось, все хорошо Значит, денег хватит уже даже внукам на всю жизнь вперед Зачем нам вообще как-то стараться играть Вот я дальний из Дзюба пробью Кстати, это какая-то новая анимация Нет, это старая анимация Но удар был, кстати, неплохой Даже перспективный можно его назвать Но все-таки мимо было это Вот, кстати, зонная защита работает Черышев Я же пас отдал Почему ты не отдал пас? Ну ты вроде самый адекватный из всех игроков сборной России на тот момент И пас не может отдать Глушаков уходит, уходит И головой нет, это вынос будет, да Ну ладно Ну это уже первая такая, знаете ли, опасная атака И я отдаю сам, значит, чуть ли не голевую Что у меня с пасами не так, я не знаю Анюков на Ионова Иона видит Кокорина О, Иеременко ошибается И вот здесь можно Так, можно мне, пожалуйста, другую команду Это не хочет отдавать пасы Пуки обгоняет и забивает первый гол И нам же забивают первый гол Ну, в принципе, возможно, так и будет Почему бы и нет Я уже предвижу В самом начале матча нам забивают Такой вот довольно-таки простой гол для отражения Но ничего страшного Сейчас Кокорин разгонится Пока он будет разгоняться А мы вот так всю команду обойдем Как нефиг делать Да, и защитник нас оттеснит, естественно Вот, ну пока что ничего интересного нет Нам забили Предполагаю, что, еще раз повторяюсь Так и будет в реальном матче Но ничего страшного Вообще, я не хотел смотреть матч сборной Финляндии Но так как по нашему времени Это будет всего лишь-то в 5 часов вечера Значит, поэтому можно и посмотреть Что-то Зюба как-то не сориентировался здесь Просто, ну, ради того, чтобы посмотреть Как играет сборная России Не ложиться спать В 10 часов Это как-то, ну, себя не уважать Вот, а если в 5 часов То и можно и глянуть В принципе, что там они делают На фоне послушать Посмотреть, что происходит там у них Ой, а что это, а что это у нас Синдром сборной России, что ли, подхватили Черышев над Зюбу Ух ты, а это было точно А это ложный замах А это как-то больно вообще-то было Ну, ладно, Черышев дальше Финк не смог сделать Почему? Не знаю Только не вверх, пожалуйста Да, Черышев отбирает Это отбор А дальше что делать? А я не знаю, что делать дальше Ну, идем назад Да хватит! Больно Можно А почему не карточка? Вот мне интересно Почему не карточка? Это было Это в мяч, что ли, было? Или что? Ну, тут сразу надо Либо штрафной, либо вот так На И все сразу Значит, Черышев Опять, значит Выгрызает На мяч Глушаков Почему-то Кокорин Не забегает вообще Ну, ладно Забежит Ионов Ионов Ну, что-то как-то тоже Такой себе забег Если честно Ионов Кокорин Здесь вот такой вот Ложный Ложный Немножко пробежим И Это удар Поводят Это было на самом деле Не сложно Для Кокорина Все легко Все просто Упиляние Такая В смысле, что Они Кокорина, что ли, выпустили Его даже в заявке не было Как так А, мы в сезоне 13-14 Все понятно Тогда Что-то мы в прошлое Ушли Какое-то Ну, и вот Такой Довольно-таки Незаурядный Гол Все Забили Идем дальше Так сказать Сравняли К концу Первого тайма Значит Адзюба Как-то себя Не очень Показывает Пока что Возможно Его тоже Нужно переместить На правую Часть Не внизу Чтобы он находился Вверху Так Кокорин На Дзюбу Адзюба Видит Кокорина Ну, отдавать-то Хотя бы Он умеет Вроде бы Под удар Но С навесами У него Как-то тоже Не очень И здесь Должен быть Свисток на пережив Да, он и Значит Звучит Посмотрим Статистику Точность Передач Всего ударов Поворотом 2 ГЛ1 Ну, у финнов Реализация Конечно Получше будет Давайте сразу Скиков Ну, или Ну, в общем Сразу же С самого начала Второго тайма Начнем И посмотрим Можно ли нам Реализовать этот момент Да, стандартная Беготня С финта Ну, да хватит Что такое-то Так, Денисов Который сделает Финт Обойдет И сделает Хотел сказать Мощный Сочный удар Ну, какая-то шляпа Если честно Была сейчас Значит Выносим Здесь Естественно Нужно выигрывать Этот чертов верх Глушаков На Ионова Иона Видит Там Да, там не было Офсайда Но что это за Тупой прием Меча Был сейчас Значит Обычно Нормальному Сейчас здесь Какой-то бред Если честно Был Вот Как-то слышал Что можно Вот этот Тупой прием Меча Убрать Чтобы они Нормально Принимали Но Что-то Как-то Не нашел Я как это Сделать Да, здесь Не дойдет Да Мы играем В тупой Приземленный Футбол Сборной России Значит Поэтому Ну, извините Как можем Так и играем Опа А вот здесь Какая-то даже Комбинация У нас А здесь Мы А здесь Защитник Ааа И он уже Привык Значит К тупым Подкатам Поэтому Значит Он На стороже Итак Это у нас Кто Это кто У нас А мы Под удар Отдадим Глушакову Но что-то Как-то Опять Передача Было опасно Кстати У ворот Но все Очень упирается В неточной Передачи А неточной Передачи Сразу все Вынос И все Атаки По сути Нет Ну это Я предлагаю Значит Поменять Нам схему На вот Такую Вот Оставить Кокорина Сюда Заменить На Самедова Вот здесь Вот так Вот Заделать Ну в принципе Нет Вот так Все Отлично Теперь у нас Будет просто Dream Team Фу Я думал Опять Фива зависла Ну с ней Такое бывает Иногда Вот Значит 61 Минута На табло Глушаков Широк Вот Сразу Игра Преобразилась Так Дзюба Просто Беги В центр Пожалуйста Тебе Нужно Просто Добежать До центра Ты даже Без мяча Без мяча А у меня Мячик-то Забрали А мячик-то Забрали А мячик-то Забрали И тут И не Отпрессинговать Никак А так как Сборная Финляндия Она Ну считается Слабой Потому что Всего Три звезды Паз выходить А естественно Что делать Правильно Уууу Какой паз Правильно Выносить Она будет Вот Если Россия Еще Вот если С ботом Играешь Она через Паз выходит В основном То Финляндия Уже просто Тупо Выносит Обычно Ну это Нам под удар Тут готовят Но мы На Кокорина Дадим Который Естественно Про Уууу Это же дважды Так Мяч Ух ты Как плохо Все Ну ладно Ну ладно Естественно Как то Особо Болеть По телевизору За сборную России Не Особо То и Желание Горит у меня Значит Не очень То и Хочется Да Но с другой Стороны Интересно Посмотреть Как они Будут действовать Против Более Слабого Соперника Я как то Глянул Рейтинг УЕФа Ну когда Смотрел Матч Россия Бельгия И немножко Офигел Бельгия На первом месте Россия На тридцать восьмом То есть по сути Мы играли Значит С первым местом Ну Самой мощной командой В мире То есть Никакая там Ни Франция Ни Бразилия А Бельгия Между прочим Которая заняла Третье место На Чемпионате мира Но это Не оправдание Потому что Футбол был Примитивный Бельгия Особо как то Не играла Вы видели Как там Караска наших Обыгрывала Это просто Что то Я не знаю Трех игроков Четырех игроков Спокойно Обошел Наши вообще Как то Особо Не Старались В этом плане Если смотреть Да Ну и футбол В принципе Примитивный Который строится На Дзюбе Это как то Не очень Если честно Вот А мы пока В наш Свой Значит Камерный футбол Играем Здесь тоже Дзюба у нас Здесь Дзюба Выполняет роль Игрока магнита Да Но не тот Магнит Который сеть Значит Продовольственных Магазинов А магнит Реальный магнит Типа Притягивает с собой Ой То что то не получилось Ну ладно Денисов На Глушакова И Глушаков Ух ты Ух ты Бильярдный Какой ты Посмотрите на это Вот Глушакова Надо в сборную Брать Глушакова Надо Он уже соскучился Играет Там в своих Клубах Ну вот Ну я на самом Тотеле думал Сейчас вратарь Возьмет в руки И на этом И на этом Закончится Эта атака И таки Закончим Мы 0-0 Но Глушаков Взял И реализовал Этот момент Легким Бильярдным Ударом Удалом Да Хотел сказать Ударом В угол Все В принципе У нас Матч Заканчивается Конечно Можно Дожать Попробовать Дожать И посмотреть Что из этого Получится Ну естественно Вверх Дзюба Должен выигрывать Да Так Кокорин На Широкого У которого Скорость 0 Но там Видно Дзюбу На которого Можно подать Последний Раз И Я сказал Дзюба В голове Думал Глушаков Сказал Дзюба Ну бывает Бывает И Глушаков Проходит Сквозь Игрока Но Все таки Не забивает Этот Казалось бы Легкий Мяч Вот Все В принципе Наш Такой вот Камерный матч Фановый Прогноз Заканчивается Вот На этом Казалось бы Все Да Но Мы Посмотрим Статистику Слушайте Точность Пасов Увеличилась На 84 Это довольно Таки Неплохой Результат В целом В целом Вот такой Прогноз Довольно Таки Реален Возможно Как обычно Нашим Первыми Забьют Мы потом Там Отыграемся И реализуем Значит Второй Мяч Возможно Мы и Первыми Забьем Значит Ну Посмотрим Значит В 4 часа По московскому Времени Не знаю Какой канал Будет транслировать Может в интернете Посмотрю В общем А с вами был Рус Фифа Пес Не забывайте Подписываться На канал Ставить лайки Нажимать на колокольчик А я Пойду Еще что-нибудь Для вас Запишу Интересное Там у нас Кстати Здание Скоро Будем играть Поэтому Вот Как раз таки Есть тема Для видеоролика В общем Всем пока Субтитры